лайкосики лайкосики поставьте просто лайкосики такая температура как 35 отлично спасибо хотя вам не в основу 40 тут же надо фотосессию еще устроить барышни секс на пляже и пинаколада ведь на миллион называется доброе утро потому что да не хорошее утро прохладненько хорошо правда дождик капает чуть-чуть идем на завтрак обзор завтрака это у нас яичница турецкая типа с помидорами разных албас набрал салатик и ананасовый сок пока без алкоголя приятного аппетита всем подошел в лобби-бар там что там разливают виски подхожу в это говорю джека можно он говорит не джедут мой друг джек платный я хочу вас бесплатно балан то есть ну нормально балан тося люблю вот балан тосика налил не знаю сколько тут грамм 100 кока-колки и решил попробовать всякие тут маслины там не маслины что-то видите разные всяко-разно принципе я уже наелся есть не хочу но чем-то закусить надо будет ну что ребятушки вроде немножко распогодилась погодочка взял с собой аквабокс идем мы не знаю до боря ли чуть не хочу идти если честно ну хочу пойти нас на горке покататься я вот хочу бассейне поплавать попить здесь виски вон там был благо бар есть вот горки желтая зеленая большая сегодня короче у нас здесь здесь тусовка сейчас я аквабокс надеваю и иду с вами две горки пробовать зелененькая желтенькую и да и 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 Субтитры создавал DimaTorzok Я получил удовольствие Сегодня еще вода, походу, немножко грязнее, потому что больше волна Я вообще сказал, что сегодня уже в воду не пойду, в морскую Мне и тут неплохо вот так с виски и скалой сидится У нас сейчас обед, по традиции, обзор еды На первый у нас суп, такой же, как и вчера, суп куриный Потому что там еще был суп из чечевицы и еще какой-то непонятный Мы решили все-таки проверенный уже вкусненький суп Взял, ну вот столько, не знаю сколько, 100-150 грамм Водка абсолют, ребята, и ананасовый сок Но это только сейчас на первое, сейчас будет еще и второе И компот Хочу выпить за вас Лайкосики, лайкосики поставьте, пожалуйста, лайкосики Гриля на обед, я так понимаю, нету Гриля там вот вчера вечером жарили Поэтому, наверное, вечером гриль будет Ну а пока на второе я взял себе пирошечку Куриный шашлык и еще курицу какую-то Салат из кальмаров и куриный салат с овощами А Надюха по рыбе врыбается После обеда выходим из нашей Аиши, Папилона Выходим направо Здесь проходим Пайн Бич отель Еще там какой-то, не знаю Ну и короче, через два, по-моему, отеля наш Туда, куда мы направляемся Направляемся мы в какой отель? Папилон Зюгма Папилон Зюгма Ну, буквально пять минут ходьбы от нашего отеля Папилон Зюгма Сейчас нас должны тут пропустить, по идее Посмотрим Здравствуйте Здравствуйте А вы говорите по-русски? Многие? Да Какая температура какая? 35, отлично, спасибо Хотя во мне в основном 40 Мне кажется, я попроще Я тоже вижу, что попроще, да? У нас и посимпатичнее домики, и бассейн, по-моему, посимпатичнее и поглубже Это у них два таких больших корпуса Сколько этажа там, сколько этажей? Я не знаю, честно Ну, этажа 10, да, где-то Не, ну тут тоже прикольно Ну, как-то у нас, мне кажется, поинтереснее чуть-чуть Что тут пишут? 21, 10, 20 О, что, каждый день, что ли, меняют? Прикольно Ну, ребят, смотрите Вот мы пришли на пляж Ну, первое, что хочу сказать Тут песочек Мне кажется, он гораздо чище Тоже такие же из дерева сделаны дорожки Волна та же самая Море так же волнуется, как и у нас Тут буквально 300 метров, наверное, наш пляж Там 500 максимум Подойдем поближе Да, у нас сегодня такая приличная Здесь пляж, мне кажется, лучше Сам песок, согласись Почему песок? Это песок одинаковый? Песок, возможно, одинаковый Но у нас более грязный И меньше камней Вот там возле берега Да, у нас много камней здесь Вот Ну там, вот я дальше вижу там камни А здесь их почему-то нет А так Практически то же самое Так как нас запустили на территорию отеля Значит, мы можем уже, в принципе, подходить на бары И никто у нас ничего не будет спрашивать Ну, ребят, ну, что? Наливают балантайс Уже хорошо Что, ребята? Вернулись мы в свой роденький, красивенький отель Согласитесь, что наш отель лучше? Гораздо симпатичнее Бунгальчики Все так уютненько Добрейшего всем утра Наступило то самое утро Точнее, тот самый день Когда нужно сегодня уже покидать Это замечательное место Так не хочется, если честно, надо Бортовой журнал номер 18 Время 9.15 Мы уже позавтракали успешно Мы решили здесь на бассейне потусить Благо солнышко пока светит тепло Тут же надо фотосессию еще устроить барышней В пятке трогаем воду А она тепляк Походу подогреваемый бассейн Субтитры добавил DimaTorzok Много куда не сходили Спа-центр Не ходили в спортзал Не посмотрели Что на себя представляет Сидим уже возле моря Волна еще больше, чем вчера Вода грязная Искупаться надо будет по-любому Решили сейчас немножко разнообразить Наш алкогольный этот Марафон Секс на пляже И пинаколада Вид на миллион называется Вот это вид на миллион А вот это бар Куда мы сейчас идем На ход ноги что-нибудь выпьем И уже через час надо выселяться Собирать вещи Ну мы еще на обед сходим Конечно же Мы же этого не упустим Как говорится Спасибо этому дому Вот этому вот Папилону Мы поехали к другому Папилон Аиша Поклон тебе Поклон 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 Интересно По чем зарплата Что тут им платят И у нас Обслужил мальчик В лобби-баре В этом отеле Там где мы жили Он сам Курд То есть турок Ну вот такой Что-то там Курд Курд Курдистан Какой-то город То есть Далеко он не местный Говорят Я много отелей поменял В свое время В этом отеле Я уже работаю 3 года Официантом Я спрашиваю Какой у тебя график работы Он говорит 6-1 То есть Один выходной Я говорю Если нет секрет Сколько платят 320-330 долларов Мы посчитали По нынешнему курсу По 80 рублей Около 25 тысяч рублей Живет он сам В Анталии Ну тут относительно Недалеко на машине То есть Работает где-то до 6 Бар закрывается Не знаю С 9 до 6 Или с 10 до 6 Наверняка же Раньше приезжает на работу Ну маленькая зарплата А какие-нибудь еще женщины Горничные Еще меньше Скорее всего получают То есть Какой бы ни был Крутой и большой отель Зарплата тут Небольшая Ну и я так понимаю Что в основном Тут и работают Всякие курды Не курды Каких-нибудь далеких Турецких Не Не Как сказать Не пляжных городов Поэтому Видимо Для них эта зарплата хорошая Все 5 минут постояли Вот наш автобус Подходит Пустой Это радует До Сирика едем Так Приехали Первая пересадочка Помню Помню эти места Этот мост Помню 5 Ну сколько Минут 10 максимум Ехали На том автобусе Мы В Сирике Да Сейчас 300 метров Идем И ждем Автобус Анталья Манавгат Уже прошли 300 метров Как я нам сказала Водитель первого автобуса Что 300 метров И Будет остановка Нет остановки Нет людей У кого спросить Куда тоже На горизонте Не видно Есть там остановка Не знаю Может Вот тут две дороги Сходятся Но вот эта вот основная Здесь постоять Попробовать тормознуть Автобус этот Или дальше пройти Проси Короче ребята Нас украдают Два турка Говорят Мы вас до Манавгата Бесплатно довезем Манавгат Манавгат Короче Вот эти парни Нас довезли Не до Манавгата Конечно Но полпути Проехали мы по трассе Много нервных клеток Потратили Потому что Во-первых Он едет Быстро И под жопу Подъезжает Другой машине Потом резко Начинает ее объезжать И Надюха Там два парня было Надюха испугалась Один парень Полез И начал доставать Какую-то черную Черную штуку Мы подумали Что он достает пистолет А оказалось Это пульт от телевизора Пару седых волос Прибавилось Короче ребята Ждали мы этот автобус Где-то минут 30 Приехал автобус Заплатили Мы сказали Что мы едем до Манавгата Заплатили ему По 7 лир То есть туда Мы платили Из Манавгата 11 Сейчас по 7 Заплатили Посмотрели по карте Что зачем нам ехать До Манавгата Что можно выйти в Седе Он проходит мимо Седе Но правда Нам там километра 3 Идти пешком до отеля Мы на месте Вот он наш Отельчик Так называемый По сравнению Конечно Где мы сейчас были Это огромное небо И земля Но Тем не менее Мы рады Что быстро Достаточно добрались Где добрались Устали На трассу шли Около 3 километров Канаде неугомонно Накупила себе мыло Накупила Гранатового Сока Две Две такие бутуляки Пластмассовые Как говорится К сборке Разборке автомата Приступить Собираем Пакуем чемоданы Время уже почти 8 У нас 4 часа Автобус Утро Сейчас вот это все Надо как-то упаковать Я не знаю Куда это мы все вместим Взяли с собой Так как Сейчас из-за коронавируса Раньше можно было Брать с собой Вечером Заказываешь Ланчбокс Тебе собирают Еду в дорогу Сейчас сказали Из-за короны Это запрещено Но мы сами взяли Там каких-то пироженок Это мы Попьем кофе Наверное в аэропорту уже Как обычно Перед ранним подъемом Перед дальней дорогой Спишь плохо Просыпайся раньше Будильника И так далее Ставили будильник На пол Четвертого Проснулись Чуть раньше Посидим Как говорится На дорожку Сейчас за нами Приезжает автобус Едем в аэропорт Все спасибо Этому дому Мы летим К родному Санлайт и Гарден До свидания Или прощай Не знаю Короче ребята Нас только вывезли за город Я так понимаю Больше никого забирать не будут Нас последними забрали Завезли вот такую Шарашкину контору Где развод на деньги идет Очередной Турецкий Вот это две воды И два кофе Вышло 50 лир 6 долларов Или 50 лир Или 500 рублей И все смотрите Все туристические агентства Эти автобусы сюда заезжают На развод лохов Ребят Все хотел сделать Но все не попадалась Колонка на пути Обзор Цен В Турции На Газ Газ 40 340 рублей стоит Ой 34 рубля стоит За литр Дизель 630 Ой 63 Дизель 63 И 95 Бензин 69 рублей За литр Эти выходные Это неделя Практически неделя Пролетела Как один день Если честно Что и не улетали Из аэропорта Вот мы уже В нем Чуть больше часа езды И мы приехали Сейчас будем Уже заходить И проходить регистрацию Сразу видно Что мы в Россию вернулись Первая же Первая партия пришла Чемоданов Один из первых Мой чемодан Ну мой в кавычках Потому что Ну там мои вещи По крайней мере Уже полчаса ждем Когда вторая партия пойдет Боже, блядь На полпути Краснодару были Мы все ждем Вторую партию чемодан Я говорю Наверное там эти Грузчики проверяют Еще не все вскрыли Чемоданы Не посмотрели Что там внутри Вышли на улицу Совсем не с другого хода Блядь Это Это вам не Анталия Тут холодно, ребята Там смотрите Вон автобусы стоит Диагностика ковида То есть Лаборатория Не отходя от кассы Пролетел Пошел сдал Тестирование Вот это услуги Я понимаю Вроде Вроде с утра Не пили А вышли Как заходили Вот сюда Вход с аэропорта Вроде ориентируемся Где Откуда мы заходили Когда Со стоянки шли Смотрим вдаль Вообще не видно машин Непонятно Где наша парковка Может ее как-то Перенесли Незаметно Ребята Как надоело Это уже турецкая еда Шучу, конечно Решили теперь По американской Пройтись Недалеко от аэропорта Отъехали Уже почти в Ростове Макдональдс Взял себе Биг Мак Большую кока-колу Большую картошку А здесь я взяла Цезарь Ролл Ребята Та самая Кущевка Автовокзал Кущевки Остановились тут Небольшой перекусик А то я уже еду Засыпаю Если честно Взял Два пирожочка С капустой И один бутерброд Короче С куриной Отбивной Короче, ребята Нам осталось ехать Около 150 км Как я и обещал Сейчас Небольшой Подыток Точнее Итог Всего нашего путешествия Вначале скажу я Своё впечатление В Турции я второй раз В этот раз Мне больше понравилось Чем первый раз Наверное из-за того Что не такая сильная жара Была Как летом В Анталии Это первое Второе Гостиница Было всё включено Я никогда столько Не ел и не пил Как бы В таком количестве Не скажем Что качественное Было Особенно В этом В Сиде В Санрайзе В этом Потому что Было с чем сравнить Потом Не понравилось Мне В Сиде В гостинице В Санрайзе В этом То что Горячая вода Очень долго стекала И Она Шла Маленьким напором Ну то есть Не очень понравилось Это не прям Какой-то Минус большой Ну Такой косячок был Кто не было номера В телевизоре Всё равно В любом случае Хочется хоть Футбол на турецком Посмотреть иногда Интернет Очень слабый Вообще Очень слабый Еле-еле Инстаграм Открывал И Ватсап Всё Не о каком Там Не о таком Там Этому Стриме С более-менее Хорошим интернетом Речь даже не шло Ну как бы Надя сразу Об этом сказала Что не рассчитан На хороший интернет Это минусы Ну а так Уютненько Да Хороший номер Нам дали Чересчур Даже хороший Чем ожидалось Двухкомнатный Даже трех комнат Получается Вот Это Ну это вот как бы По Санрайзу По По Пилону И вообще Только одни Положительные эмоции В крутом месте Поселили Через тоже Мы рассчитывали Что будет общая Там пятиэтажная Сколько там Этажное здание Нет нас поселили В бунгало Двухэтажном Ну как у нас Второй этаж был Интернет Отличный Шикарный Мы оттуда Стримы заводили Кормили Прям супер И качество Алкоголя Было Гораздо лучше И качество Еды Даже Вернувшись С Папилона Обратно В Санрайз Прям как-то Уже Не то Какое-то Пальто было Ну вот Ну вот так В принципе Минусы Папилона Я даже Я не знаю Я уже это говорил В предыдущих сериях Я в таком Крутом месте Таких крутых Крестницах Еще ни разу Не жил Поэтому Мини бар не пополнили А Мини бар не пополнили Да То есть Когда мы заселились Нам винишко поставили Торелку фруктов В мини бар я показывал Что там было По два холодильника В каждом По два пива По два Две кока-колы Спрайта Фанты Соков Воды Вот на второй день Нам его не пополнили Вот Реально Косячок Небольшой А так Вроде только Одни плюсы Вообще Круто Круто Добавьте пожалуйста Чего-нибудь Может я что-то Неправильно Сказал Я добавлю только то Что Всегда нужно Смотреть Какой бюджет Вы платите За поездку Если у вас Бюджет Минимальный То Ни в каком Разнообразии Мясных блюд Тем более Там Я не знаю Кускового Что называется Мяса Не перемолотого Ваш Быть не может То же самое Касается интернета Что как раз таки Было в Санрайзе Подожди По пилот Санлайд А Санлайд Санлайд Не важно Это А в этом Кусковое мясо Были Чуть не помню Санрайзе Как Капеллоне Да Было Цельное мясо Было И плюс В конце Последний день Стояки Правда Тоненькие Тоненькие Мягкие Попробуй Говядину Приготовить Не знаю Мне понравилось Ты кстати Не захотел Снимать Этот Обед 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 Интересно Мы ели Не в этой Столовой Как обычно А Вот Возле Бунгало У нас Там Есть Там Как бы Ограниченное Меню Но Тем не менее Нам Принесли Супчик Был Томатный Так себе Если честно Потому что Оригин Такой Это Турецкий Суп Есть Один Раз Попробовать Можно Салат То же самое С кусками Курицы Прям Хорошими Кусками Но Почему-то Они были Холодные Потому что Так задумано Вот А мы уже Подъезжаем К платной Второму Платному Участку Дороги Сейчас Быстренько Подведем Да В принципе Папилон Ребята Это Это Круто Знаешь Еще Почему Тебе Папилон Понравился Потому что Ты за него Ни копейки Не заплатил Славик Понимаешь Когда Человек Заплатит За него 150-160 тысяч За неделю Он уже И найдет Какие-то Недостатки Там Я не знаю В покрытии В половом Попоях Еще В чем-то В отсутствии Там Креветок Тех же самых А когда Ты едешь На хаялушку То Конечно Что-то Может Не понравиться Согласен Ребят Только что Проехали Третий Заключительный Пункт Оплаты Платных Дорог Туда Мы ехали Ночью Получилось До Аэропорта Платов 200 рублей По-моему Сколько сейчас Я помню А сейчас Заплатили Вот Крайний Крайний Раз 200 рублей До этого 140 И до этого 60 400 рублей В два раза Дороже Ну В принципе В два раза Дороже Логично То есть Ночью Два раза Дешевле Получается Осталось Ехать Это Крайний Около 100 Км Заканчиваем Видео С того С чего Начали Дорога 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 Продолжение следует...